Всем привет, с вами Капик И это трансляция игры на денежку Играют Спартан и Тунгус Тунгус относительно новый игрок, насколько я знаю Играет он на 500 р Болт 3 Это у них уже третья серия И вроде как Тунгус уйдет 2-0 Играют у ней по интересной системе Типа Рубик, Гибрид, Рубик Что несколько необычно для игры на дизинге То есть там, либо играть все катки на гибриде Возможно, они немного фанятся, поэтому не сильно придает значение каткам Ну, здесь имба Но Спартан тоже имеет хороший старт Может, он законтрит деревья Пускай потеют Пускай знают, что записывают Хотелось портан изначально, видимо, бахнуть 3 арчи плюс отвод Вот, чтобы замаскировать Арчун Не будет ярого сплоша Такого на первой волне Тунгус Би не распознал по-любому То есть там Мог бы он подумать на каких-то снайперов, скорее всего И то не факт Вот, но Так скажем И к счастью И к несчастью Для Спартана Орка здесь, скорее всего, не будет Потому что здесь деревяшка Ну В случае пропуска Спартаном на второй волне Ну, тут опять же Юрсы на второй не будет Поэтому пропуска не будет Соответственно Тунгус здесь никакого Не сможет скинуть на третью именно волну Поэтому Спартан может Спокойно Разыграть своих арчей Через инкомный вариант Сделать 4-0 То есть не страховаться Не сидеть там 3-0 Да, вот кинул вон урсу Купил пивка Для рывка Все тут Походу По пиву угорают Тунгусы Отвод кольт Сразу он вылетает Получает Въебалые трусы Деревяшка прогуливается Ну вот Сейчас посмотрим Потому что тут Немножко больше Походу Лягушек Смогли окружить деревяшку И урона Она получает куда больше По моему Да, тут пропуск будет Больше десятки Ну да Мало встакнуто Видимо И это Отличный буст Для Спартана Но Теперь Получается Что-то Немножко Кинуть Оркан Третий Так Спартан Кидают Башара На три Не знаю Смотря что Будет Доставлять Тунгус Но Если он кинет Еще одного То Скорее всего Зайдет Мне так кажется Ну Спартан Хочется играть Надежно Через две Апнутые Арчи Виспов Он не делал О Он даже Может Себе На танковку Еще одну Орчу Поставить Это То же Самое Если бы Он сидел Ну Или Вот Так Да Но Ну да У него Банша Стоит Чуть выше Стандартного Агра Поэтому Она должна Я думаю Орка Стопудово На себя Отвлекать И Его задача Здесь Так Как можно Больше Скорпионов Ну Ну и Там Пробежит Один Орк При Грамотном Раскладе Там Два Башера Походу Пошли Вот Да Отлично Да Только Ну Нормально Нормально Одного Одного Орка Он пустит Скорее Всего А Здесь Нага И Это Будет Пропуск Потому Что Баша Сразу Пришел И Будет Бить Въебало И Опять Деревяха Отошла От Стенки И Ее Сейчас Очень Жестко Зафокусят Да Здесь Один Орк Проходит Ну Ну Все равно Хороший Пропуск То есть Он Считайте На второй Волне Виспа Подарил И Сейчас Еще Одного Виспа Горя Он Дарит Спартан Здесь Может Очень Сильно Уйти В отрыв За счет Арчей И Люто Напрягать Тут Даже Наверное Можно Попробовать И Закончить На Какой-то Ранней Волне В идеале Наверное До Десятой Включителя Здесь Уже Будет Зависеть От Того Как Будет Тунгус Разыгрывать Деревяшки Надежно Или Нет Он Должен Понимать Что Он Сильно Очень Нафидел Можно Конечно Обвинять В этом Кольта Но Можно Его Более Грамотно Ставить Подальше Вот Вот Две Волны У него Так Получилось Что Тут У него Деревяка Вышла На Третью У него Вообще От Стены Отошла Из-за Этого Деф Ужасный Получился Ну Вообще В принципе Наги Наверное Маловато На Третьей Если бы Засыла Не было Тогда Все Наверное Было бы Хорошо Но Вот С этими Башерами Смени Айс Пошло Так Что там Урса Урса Кстати Разъебет Наверное Ту Деревяху Она Очень Много Ударов Впитывает В себя Вопрос Только Как Она Пойдет Затрется Лена Или же Деревяха Успеет Назбривать Большую Часть Кабанов Идеально Что курса Вот так Вышла И все Фокусят Деревяху И достройки Нет Вот Вот Заебись Тут еще Армор Конечно На Хуяк Нет Это Снова Пропуск Десяточка Десяточка И Одиннадцать Отлично Просто Каждую волну По виску Дарит Тунгусик Капелонное дерево Сейчас Кстати Еще и не факт Что ему Хватит На это дерево Потому что Там у него уже Сток На фижина Должна была Награда Снизиться Плюс у него Вэлью мало Ну и так И он уже Походу Кинга Апт Нуреген Спартан Сейчас Должен Семь-3 Заказывать Если не Семь-4 Главное Переборщить Деревяху Он Прочитать Должен был У тебя Горелка Блядь Заказывает Ну что Заходи Погодите У кого Я вижу Скиллы Это Вроде бы А Это у Тунгуса Горелка Броде бы Блядь С деревяками Горелка Ну да Ему не хватило На дерево У него 260 Получается Он поставил Варлока То есть Если бы он Продал Отвод Ему все равно Бы не хватило Копейки Получается Не хватило И он решил Доставить Вот так Ну в принципе Пойдет Так Что там А Нахая Накопил Тунгус На орка На пятую Волну Нестандартный Довольно Засыл То есть Если он Понял Что это Арчи Ну да Такое мышление Что Спартан Заинкомился Типа Он же Ликал По КД Все Ну пробивает 7 штук По сравнению С тем Насколько Он сильно Нафидел Это Полная Фигня Тем более Что Спартан Засылает На 6 Да Деревях Он Стопудово Прочитал Засылает И Этот Пропуск Ему на руку Потому что Он 7.3 Сидит А Тунгус 4.1 Эти 7 штук Это Просто Для него Охеренная Тема Что он Будет Еще кидать Интересно Ооо Вот это Вот Блять Неприятная Штука Ну Тунгус Решил Прям совсем Блять В деф Пойти По-надежному Апнуть Дерево Дальше Будет Ломбер Делать Кидает Хермита На 6 Чтобы Хоть Как-то Напрять Своего Соперника Потому что Он там Совсем Он уже охерел Ну пропуск Будет Только Уже Не настолько Большой Насколько Он мог бы Быть Если бы Он Допустим Поставил Второе Дерево А не Апнуть Да Поэтому Скажем Так Тунгус Здесь Сыграл Хорошо Ну Здесь Как бы Сам Виноват Что Показа Пропускал В пропусках Виноват Обычно Только Сам Игрок Тем более С пиком Здесь Проблем Я не Вижу Так Ну Нет Здесь Пройдет Только Инком Если Он Вообще Пройдет Сколько Увса Увса Здесь Тоже Умрет Так Что Ого Аспартант Опустил Схермит Там Я Вот Не Посмотрел Что У него Там Было Построено Походу У него Там Триарчи Тупо Так У Спартана Горелка Это Наверное У Спартана Все-таки Горелка Сейчас Мы К сожалению Не можем Увидеть Что У Тунгуса На Кинге Так Спартан Еще 7 Закидывает Ну Деревяху Надо Контрить Мелочью Поэтому Он Правильно Все Делает Да Триарчи У него Ну Тупо С одним Хермитом Довольно Большой Пропуск Странно Тракт Тракт Байтит Друг 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 Точнее Тунгус Пока Что Байтит На Засыл Или Или На Изменение Своей Стратегии Так Вот Тунгус Уже И догнал Спартана Вот Мелочевка А что Хермита Нет Кстати Говоря Деревяшку Взрывную Но Восьмой Волне Тоже Круто Контрить Мелочью Если Тунгус Прямо Совсем Охеревший Будет Делать Ломбер То Там Мелочь Просто Разъем Вот Деревяшку А он Делает Ломбер Так И Спартан Закидывает Но При этом Семь Четыре Он Не Делает Может Быть Он Хочет Поставить Что То Посерьезнее То 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 Готовится Чтобы Дефать По Нормальному А не Кингом Типа Дефать Но Тогда Арчи Не Совсем Будут Реализованы Ну Как бы Они Уже Здесь Реализованы С Таким То Фидом Мы Видим Что Разница В Реализованы С Таким Раскладом Да Думаю Эту катку Спартан Отпускать Не Должен 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 Но Опять же Если Боет Пропыш Кнот Боет Очень Маленьким Сейчас Ему Натул Амбер А на 10 Он По идее Должен Апнуть Деревяку Крайню И все И наверное Ему Уже Пора Аппетит Потому Что Он А Уже Начал Да Молодец Реген У него В единицу Был Вкачен Уже Есть Три Атаки У Тунгуса Реген Т А Нет Не А Да В единицу Но Атаки Нет Так 6 Тут Пропуск Это Похер Тунгус И Баш 7 5 Ему У него Из деревьев Хапнуто Ему Все Похер Думаю Что Выедет Но Он Еще Не Знает Что Спартана Пик Еще Пище Чем У него Там Еще Капитан У него Есть Ну Конечно Если Он Там Реролил Но Я Думаю Что У него Просто Все Имба В Одному Пике Тунгус Копит Блять На 10 А Спартан Кидает Хермита На 9 Тут Еще Элина Блять Ну Тогда Деревяху Можно Не Апать И Можно И Кинга Особо Не Апать И Саму Еще Заслать На 10 С Видим Что Есть Терерчи Сплэш Разбивать Есть Чем Лина Есть Поэтому Если Спартан И Пустит То Пускать Он Должен Одного Босса Не Больше И То Он Будет Залитым И Видим Что Спартан Еще При Это 7 4 7 5 Он Решил Не Делать По Надежному Угряться Хотя Типа Ему Вот От Этого Пика Нужно Сейчас Просто Откнуть Лину И Отвод Сделать Отвод У него Хороший Из Ранжовых Банж А у Него С учетом Его Инкома Останется Еще Голда И ему Как раз На 7 5 Я думаю Хватило Так Что Наверное На 9 Стоило Ему Сделать Лучше 7 5 Конечно Он Может Для Уверенности Достроить Что Нибудь На 140 Голды Но я Не знаю Что Это Можно Кстати Баншу Построить Апнуть Замедлит Нормально Тут Хермит Сыграл Роль Ну Тут Или Нет Понятно Тут Не знаю Что Он Будет Делать По идее Чтобы Именно Дефнуть 10 Ему Надо Апать Каких То Варлок Но я Думаю Он Выберет Вариант Какой Типа Деревя Поставить И Апнуть Варлока Типа Това Ну Так тоже Кстати Выглядит Деф Довольно Приятно Ух Там Засыл Тут Кстати Пиздец Просто Пиздец Около Косаря Засыл Будет И Юниты Все Плотные Что Самое Главное Три Орка Которые Быстро Убегут Вперед Мелочи Здесь Нет Босы Кстати Наверное Это даже Плохо Что Мелочи Нет Босы Здесь Скорее Всего Никак Не застопятся Не будут Идти Своим Чередом Так Спартан Да Он остается 7.4 Волю Видим 1800 Опнул Лину Поставил Капитана Поставил Паншу Засылает На 10 Здесь Отвод Из Кольтов Опнул А Элины Довольно Странный Выбор Ну ладно Интересно Интересно Так Три Орка Блять Так Тихо Урс 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 Ров 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 А там Орки Все Уже Разъебали Весит Урс Урс Ну тут Два Баса Здесь Тоже Два Баса Ну тут Тунгуса Кинга Нет Вообще Кстати Тунгус Еще и Пизжи Деф Довольно Интересно Интересно Получается Да Урт Тунгус Атаки Нет Его Эти Басы Наверное Заггшат Вообще У Спартана 6 на 5 Так У него Горелка Еще Ну да Хил Наверное Да Отдает Хил Скорее Всего Хотя Там Регенчик Был Тунгус Аппл ХП Видимо Думаю Что Там Тож Кинга Нету Вот Он Заметил Что Там Опа Блять Чуть Чуть Не хватило Ёпта Мог Ведь Даже Без Хила Дехнуть Ну тут Че Архилок Тоже Горелка Ну и Сейчас Просто Как бы По Вэлью Показателям Спартан Впереди Вопрос Какую Стратегию Они Выберут Типа Обоях Деревяхи Типа Оба Все Дефают И У Обоих Есть Лины То есть Деф 20 Которую По идее Деревяхи Плохо Дефают То есть Как раз Таки Деревях На 20 Обычно Бить Большим Засылом Без Хила Тем Более А здесь Есть Лины Ну вот Интересно Здесь Надо Что-то Придумывать Что-то Надо Придумывать Типа Как-то Так Хитро Заслать Или Заставить Заслать Соперника Куда-то Чтобы Потом Кинуть Еще Больше Типа Дефнуть И кинуть Еще Больше Не знаю Мне кажется Игра Тут Уедет На 20 Плюс Ну Либо На 20 Как-то Закончится Они Могут Конечно Тупо Сидеть И Накопить Оба По 5 К На 20 Волну К Примеру Ну Я Так Наверное Не Делал Потому Что Лина Заставляет Подказаться От Такой Затем Как По Мне Но Спартану Все Здесь Мне Пик Нравится Больше Тут Сплэш Который Мелочь Убирает Аура На Дамаг Лины Деревях То Тот Пик Тунгуса Только Лучше Можно Спартан Может Сыграть Вообще Понадежнее Учитывая То Что Он Впереди Здесь По Показателям По Линкому По Ламберу Че Он Делает Так Он Кидает На 12 Тут Кидается Мелочь Тунгра По Прежнему Нет И Будет Тапаться Вторая Деревях Ну Тунгуса Этот Засыл Не Убьет Две Деревях Хяпнуты Это Федехнут И Дальше Тунгус Будет Делать Ламбер И Я Думаю Что Он Будет Хяпнуть Кинга Здесь Интересность В том Что У Тунгуса Уже Хяпнутые Деревья А у Спартана Еще Нет Тунгус Делает Что То Интересное Кинул Три Мента И Копит Куда Копит Я Не Знаю И Для Чего Он Это Делает Я Тоже Не Знаю Спартан Закажи Ламбер Пожалуйста Достаточно Одной Деревяхи Арчи Все Остальное Добьют Ну Спартан Любит Понадежнее Сыграть Насколько Я помню Есть Мысль Что Тунгус Хочет На 14 Хотя В Горелку Кидать Тоже Не Очень Хочется Кинга Если Он Видел Он Здесь Апнут Получше Так Кидает Спартан Чисто Ну Инком Чик Хватит Хватит Для чего Чтобы Был Пропуск То Да Хватит Конечно Хватит Ну И Спартан Ой То есть Тунгус Заряжает Себе Ломбер Спартан Тоже Мелочь Какая-то Ну Вот Спартан Теперь Должен Понимать Что Тунгус Копит Куда-то Кинга На Пыть Не Собирается Так Табус Несек Ох Нехера Себе Так Ну и че Спартан Ох Ох Какая-то Кингапли Я не знаю Зачем ему Сейчас Капитаны Конкретно Лучше бы он Вкладывал Голду В деревьяхи Потому что Это его Урон Сейчас Они Капитаны Капитаны Я бы ставил Когда Реролит Собирался Собирается Ну Тунгус Вот То что он Кингап Не хочет Ну вот на этом Можно выиграть Конечно Если он хочет Много кидать Например На семнадцатую волну То Да В принципе Смысл в этом есть Кидать в размен Кингап Не будет И Воинком Убьет Так В деревьях Ломали Не раз Но Спартан Здесь Выбрал Надежный Вариант То есть Он Точит Ломбер Потихонечку Инком Мы видим У него В два раза Выше За счет Того Что он Кидал Ломбер Тоже Выше А Поэтому Кингап Страхуется Считает Правильно Валю Практически Норма Сейчас Считайте Каждый Левел Просто Бонусом Ему Падает В плюс Один Ломбер За счет Инкома За счет Реализации Инкома Плюс То Что Деревяхи Он мог Конечно Вообще Зажестить И Име Сейчас Уже Наверное 7 7.12 Где-то Так Если бы Он чуть-чуть По-другому Построился Был бы Супер Ранний Ломбер Возможно Он бы Там Конечно Лекал Немного Но Думаю Это Было бы Не Супер Существенно Он Все равно Тунгус Сам Лекать Хочет И Он Наверное Захочет Два Демона Кинуть Ну Даже Два Демона Деревях Не Убьют Если Не Будет Должного Количества Самих Мобов Кинком Убивается Кинглом Главное Чтоб Кинглом Ну В 17 Кстати Если Он Продолжит Апать Кломберы То Он Наверное Не Успеет Окончить В 17 Но Ему И Супер Мощность Наверное Кинг И Не Нужен У Него Будет 4 Деревях И Минимум Плюс У него Есть Сзади Чем Добивать Все Это Дело Да Интересно Интересно Конечно Такие Полузеркальные Пики Получается У Игроков Куда Будет Спартанг Пить Вот Здесь Вопрос По идее Тут Можно Вталого Куда-то Копить Много На 20 Плюс Тем Более Если Тунгус Играет Допустим Через Четыре Деревяхи И Рерол То Там Вообще Много Где Можно Убить Так Тунгусик Ламбер Уже Не Делает Сидит Копить Если 17 Будет То Он Что-то Типа 4 К Закинет Засыл Большой Но Против Умбы Не Катируется Я считаю Опа Спартан Сделал Рерол Походу Нашел Магнус Не Захотел Он Много Деревях Ставить И Лин Но Я думаю Здесь Это Наверное Ошибочка Стоило Бы Поставить Несколько Лин Против Той Ж 20 Хорошо Смотрится Да И Если Все Таким То Чудом До Но Имя Конкретно Против 17 Медведи Неплохо Дополняют Пик И Деф Волны Да Поехал Засыл На Семнашку Посмотрим Получится Лин Вот Он Гус Откинуть Два Демона Походу Нет Нет А А Нет Засылает Я подумал Что он Хочет Этот Типа Такой Полуразвод Сделать Кинуть Немножко 17 И Потом Еще Куда То Не на Все Типа Заслать Так Спорт Танчик А Пэт Он Магнусов Капитана Что же У него Т6 Интересно Трех-то Деревях Маловато Мне кажется Так Так Трех-пэт Прикряд К prophetic и духа, ворлок, демон и мелочь. Хороший засор. Мощный такой. Лучше бы Спартан здесь четыре деревяхи сделал. Ну, как видим, с его вылью он убивает почти всех големов. Пропуск маленький. Ну, кстати, кинга-то маловато. Реально маловато кинга. Только 20 атаки по ДПС могут его тут захерачить. Ну, бля. Неужели это луз, блядь? Неправильно, надо големов убивать. Ну, да, это луз. Очень странно. Короче, так, заканчивается первая игра. Довольно бредово. Я бы сказал, здесь слишком поздно сделанные ламберы от Спартана. Ему стоило, наверное, здесь не кидать 12, а просто под аптекинга. Ну, да. И то, что он рерольный в деревях. Вот. Для чего их ролить? Видно же, что человек копит. Кинга спалили. Ну, там он лекал. Много волн. Поэтому четыре деревяшки нужно было минимум ставить. То есть, тогда он бы убил всех бы големов. Вот. И тогда уже деф бы смотрелся бы получше. Но всё равно. Три кряки вносят приличный дамаг. Плюс демон, плюс под варлоком. Это вам не шутки. Так. И теперь они играют в гибрид. По идее. А тут уже кому просто зайдёт на пик. Ну, опять же, можно, конечно, и стратегически выиграть без пика. Это да. Это да. Так, что-то встроил потихоньку, о, Спартан ворча падает, ну, это мы уже видели в прошлой игре, здесь яйцо, сервант, и сентря, и что, будет он делать 3-0, нет, отменил, так, реноваясь, плюс отвод, вероятно, ну, ФЗ тут можно и без отводов, доехать один, чё-то зачем париться, жирный отвод выпадает, да он не успел апнуть, он, блядь, аппл деревяхи, непонятно зачем, сидел с мега высоким вэлью, когда надо было аппить ламбер и точить кинга, а он сначала деревяхи на аппл, а потом ламбер постепенно делал, плюс можно было ещё и 12-й не слать, а сразу пойти в аппл, например. Так, 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 чё, висп? Нет. Ну, Спартан хочет сидеть, нет, заказал, всё-таки. Кинул Урсу уже, на гибриде. Надо кидать на второй, извиняюсь. Ну, Пингус этого не знает, видимо, хочет попробовать на три. Ну, иногда и на три заходит, конечно, но, как правило, люди готовятся к третьей волне, если на второй не приходит, особенно на гибриде. Ну, он к третьей просто апнет клока и дыхнет довольно просто. Так, засыл у нас идёт здесь, так что посмотрим здесь. А, ну, ну, 10-й, как бы, более-менее собирано. Да, конечно, ты ждал засыл, но у тебя пиздатый фиг, ты подсерковался, у тебя 1800 вэлю, минус армор, и униканы танковку были, ну, как, ну, я бы не сказал, что, глупо сыграно, нормально сыграно, просто всё-таки засыл порешал. Ну, да, там ещё, наверное, можно было в последний момент апнуть хп, вроде бы там хватало. Либо там, возможно, где-то не гастакал, то есть там мы увидели, что на одну тычку не хватило по хп-шке к нему, чтобы хил не отдать. Поэтому, по-любому, где-то можно было, я считаю, подстаккнуть как-то по грамотней в последний раз. Либо не в такт-атаке там попало где-то. так, спартан докидывает внутри термита. Тоже, думаю, грамотное решение, потому что после засыла овсы обычно все расслабляются, тем более на гибриде ты не можешь контролировать, что тебе выпадет. и если тебе выпадает вата, ты такой, а, похо, виспата я уже сделал, а тебе хуя приходит хермит и тебя разъёбывает. Так, ставит он двойной отвод, но отвод тут попадает каличный, тут идёт орк, тут есть клокверк и сервант. Орк стакнул, наверное, здесь это правильно, но уже хуй знает, он его убить не успел. Но посмотрим, успеет ли арча здесь набрить большую часть карпов. 14 штук. А здесь 13. Ну, короче, получается идентичный пропуск. Столик Тунгус ещё второй опускал чуть-чуть. Ну, конечно, Спартан, наверное, здесь что у него там отвод какой, я уже забыл. Если у него хороший отвод, то можно было, наверное, оркой не стакать. 4,1, здесь 5,0. Ну, пик пока что у Тунгуса похуже. хотя хотя есть у него аура неплохая и сентря, которую можно опять апнуть и избегнуть. Футмен гнилой отвод. пятнашка да, пятнашка это, конечно, хероника. выпадает Спартану капитан и гейтгвард собачник. Так, ну, опять же видим, что он имеет очень много вылью. Ну, на гибриде кидает на 4 довольно частный, ну, стандартный засыл, поэтому он, наверное, подумал, что на 4 придет. Ну, теперь тогда он должен себе заказывать ломбер и можно даже таким же раскладом дефт-5, я считаю. У него есть хорошая танковка в виде плака, сервант с медиум армором, капитан с медиум армором, плюс он усиляет всех лимитов по дамагу, плюс вот собачник этот тоже на мясо, плюс что-то там измочит какой-то урон. Арча все это сзади поливает, поэтому нужно спартам делать ломбер на все. Нужна афферсивная игра и реализация денежек. кинула кстати говоря на 4 это не озвучило ментов и конечно же тунгуса пробила потому что валю у него меньше чем нужно плюс лимиты не самые подходящие под г четвертые полны та же сентря то есть там у него все юниты тычковые без плэша плюс имеется айстроль с слайдер мором который страдает дико от кабанов а вот это вот лучше не надо так то слать со станом в 2017 так можно можно делать только если тимбан у него никто не но ибана луна и круссайдер крусайдер с одним яйцом ха ха а сидит тунгусик 5 1 понимают что пиздец близок ох нихуя спартан ебанул т2 вот вот в дальний типа вдруг ему выпадет лицо ему выпал снайпер ну тоже пиздат вариант типа жирненький юнит причем оранжевый будет заебенную отводить ну и сделаем все шесть два сейчас ему главное просто блять не пихать куда попало накопить нормальный в седьмой он с 6 2 копить примерно столько же сколько тунгус так это погодите вести а тут чё ну да примерно столько же они все равно будут мелочь слать ну типа уж сайт херники мелочь так вот значит спартанчику зашел говновенит нужно здесь подумать о том чтобы продать вот этого говноеда и поставить 135 либо же поставить еще 45 плюс 85 и плюс еще отвод допустим за т1 ох нихуя тунгус еще 5 2 сделал с таким пиком вот спартан молодец блять кидает на 7 красава тунгус блять ты же слать хотел развел наверно да обманул получается обманул но он и кинга не апает то есть он рассчитывает что он ебать пиздата дыхнет и кинет на 8 блять он еще влекает 6 ооо спартан походу хочет т6 ставить но я думаю здесь это наверное не очень правильно ему рейнжовый дпсик бы какой то то есть ему наверное здесь выгоднее все таки ловить каких то хускаров вот ту же луну айстроля или фантома то есть строить 85 вот и ловить рейнжовый какой то дпс а у тунгуса вообще волна блять регену конечно нахуй не апалл кидает тупо 2 орка и херми то наверное он кинет ставит он т6 выпадает ему самый лучший яйник его лтд это феникс его разъебет вообще в хей здесь у него конечно тройной отвод тут рейнжовый минер но в основе у него полный кал здесь пиздата вообще мега пиздата отвод азур дракон азур не захотел спортом мыслить как я поставил c6 выпало дерьмо ну я у него больше а а ну хермит есть ебищ здесь уж сами вот хермит и орк орка ебанули кстати говоря а вот дальше будет пиздец товарищи спартан то да ебану да ехает всего 12 штучек плюс залитое листь а тут 18 из элитых тут всего 3 блять и то они как бы больше 50 процентов хп это пиздец волнует агве тем более хп не фоловая так что тунгус здесь может распрощаться со всякой надеждой на выигрыш в этой карте даже хилять не стал м нет приходим мы к тому что третья игра на рубике кто больше на тупить кто то и проиграл лав 2 1 2 3 5 хп Продолжение следует... Ну, поскольку они в расслабленном режиме, сейчас будет поставлена пауза, я тоже отойду на чуть-чуть, что-нибудь захамячу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, что, давайте, блядь, пацаны, особенно Спартан, блядь, не тупите. Так, морфы... Уже заебись для начала... Аутенгуса... Походу, не алло. Капитаны, отвод и реролл. Проблема здесь в том, что если у него... Какой-то юнит... Например, Т6... С которого, типа, принято стандартно начинать... А капитанов он удаляет, наверное, жабу душит... Это проблема... Потому что на Т6 будет, наверное, трудно накопить, если у него там... Больше ничего в пике нет. Ещё есть такой вариант, что... У него может быть... Какой-то, типа, алхимик... Халбрид... Ну, короче, Т5 юнит хороший, да? Для начала... А... Из средних юнитов полное дерьмо. Типа... От которого толку не будет на ключевой волне... И, типа, его нежелательно строить. Вот. А из-за того, что ты оставил два капитана, ты не сможешь поставить Т5. И тебе приходится строить дерьмо. Чтоб как-то дефить волны, блядь, начальные. И копить на эти же самые Т5 в итоге. Поэтому иногда... Стоит подумать о том, чтобы... Просто... Забить на этих капитанов, продать их. И сыграть так, как вы привыкли играть. Через стандартные... Какие-то расклады юнитов. Типа, там, два алхимика, три верные и тому подобные. Расклады. Это... По себе я заметил... С практики... Куда лучше. Нежели чем... Изобретать... Какую-то херню. Которая... В итоге, блядь, заканчивается тем, что вы... Влекаете... Большое количество волн, блядь, и игра кончается на какой-нибудь 8-мой волне. А, ну... Вот турельки под капитанами... Вообще... Приздаст смотрится. Плюс отвод охуенный. Деревяха. Да... Слать он не захотел. Сплэш видео прочитал. Спартан же кинул. Урсу. По стандарту всё. Урсу. Я вообще считаю, что... Надо всегда слать на второй Урсу. Типа... Это самое выгодное. Потому что если вы не кидаете На 2 То соперник скорее всего Подготовится к вашему засуну на 3 И примет в счет то, что может в торт прийти Вот Конечно, ворк может затереться Но это уже фактор рандома Но рандом надеяться Не стоит Исключение, конечно, это вариант Когда вы стопудово знаете Уверены, что у соперника И ниты типа Морфы, арчи Голые турели Без танковки То есть орк туда заходит и разъебывает И типа пропуск Около 20 Тогда да Вы можете так сыграть Можете копить На 3 Своего орка Ну даже С такими раскладами Люди и все равно Вот здесь спартан, например, ставит Михаила Который замедлит этого орка Настучит По кумполу этому орку Еще забашит его Блять Ну и как бы обладает неплохой тычкой Это самое главное И морфы Расстреляет Плюс отход Прибавляется Жирный Будет ли он стакать Но здесь уже, наверное, невыгодно стакать Орка Стакай, блять Блять Спартан Господи Ты видишь, что затерся Вон, блять Нахуй И его стакнул Стакал бы, блять Вот этих первых Уже бы, блять Половину пачки разобрал бы Сейчас в итоге Он еще А, нет, дефнет Только орка пустит Ну ладно Ну вообще, конечно, косяк пиздец Вот есть моменты, когда Типа Скажем так Три варианта развития событий Это Когда У вас Скорпы идут Типа так Разрозненные Орк посередине бежит так Хуяк-хуяк Всех так, блять Как Атлет Оббегает Охуенно быстро Выбегает Вы его изи Одного стакайте И ее боитесь Сразу Второй вариант Это Блять Когда он Скажем так Идет Но Чуть-чуть Где-то там Вот, блять Подтупливает В итоге Вы его все равно Стакайте И там Ну, с частью Со скорпионами Да И ебашьте его Все равно Убиваете Вот А бывают варианты Когда Происходит Бред, блять Это когда Он бежит Охуенно Вы его стакайте Вы его стакайте И после стака Он затирается Блять Причем Он затирается Так, что Просто пиздец И Из-за этого У вас Дэф Вообще Все по пизде Идет Вы пускаете 25 штук И все И ггвп Такие катки Как бы Очень редко бывает Но я такое видел Это, блять Печальное зрелище А, нет Ну, четвертый вариант Когда Орг тупо Затирается С самого начала И его можно Вообще Не стакать А стакать Сразу же Начальную часть Пачки Чтоб Побыстрее Разобрать Хотя бы Часть Пока Орг Там не прибежал Не Не Надамажил Ну так Ну, морфич Тут из-за Можно Вверх Уверить Плюс Он напрягает Тут Можно Короче Ебашить 6-2 Какой-нибудь Херму На 5 Добавить Кое-как Дехнуть Ненормально Седьмой Конечно Проблемки То есть Здесь Более Наверное 7-2 Не стоит Делать Хотя Если У Спартана Т6 Например Какой-то Спавн Или Пит Лорд Или Гидра То здесь Можно В этот Линит Выйти И апнуть Его Ну Имеется Ввиду Про Гидру А так Можно Каких-то Питов Наставить Даже Одного Спавна И Пита Будет Достаточно Чтобы Уже Шикарно Дехнуть Седьмую Волну Молодец Красава Блять Семь Двойной Ахуй Так Ну Типа Этот Он Пятый Заебись Дехает Частую Он может Тапнуть Магнуса Седата Дехнуть Даже Засылом Блять Фенелина А на седьмой Что-нибудь Доставить Нормально Так Отвод Три Деревяца Блять Три Турели Шесть Один Тоже Жадный Парень Не Ну Вели Нормально Ну Как Нормально Для Текущей Метод Блять Игровой Нормально С Отводами И так Далее Со Стак Опять Блять Сука Стак Плохой Приходит Так Ну Хая На пятом Такой Жирный Отвод Я понимаю Что Три Турели Блять И не Пять Сейчас Заставка Еще Легко Нед Без Заставка А Нем Так Тут Морфич Разбирается Морфиус Морфиус Блять Карается Давай Спавн Морфиус Все Все Так У него Нет Ни Хуя Против 7 Выбрал Вариант Кинуть На 6 И Потом Апотикинга Походу Ну Это Надо Еще Тогда Получается Что У него Стан Видимо Потому Что Если У него Волна Или Горелка То Я бы Наверное Блять Сладу На Вместе Тут Как Блять Насим Разъебет Потому Что Танковки Нет Блять Два Капитана Это Очень Очень Мало Хермита Нет Отвод Пиздатый Конечно На 6 Он Свою Отработал Часть Забрали А Нихо Я Спартан Дерзкий Здесь У него Горелочь Наверное Еще И на Семь Кидает Ну У Тунгуса Реген Невкатен Капитон С 6 Один Решил Не Рисковать Не Двойку То Что У него Танковки Нет Он Понимает Надо Что-то Ставить Надо Волью Побольше Понадежнее Разыграть Тем более Да У него Волна Ну Скорее Всего Он Выбрал Вариант Кидать На 8 При Этом Всем Он Хочет Отдать Хил На 7 Потому Что Малейший Засыл И Он Отдает Хил Тем Более Что Регена У него Нет И ХП У Танг Меньше 1000 Сейчас Ну Че Спитлорд А Вот Этот Все Меняет Спитлордом Конечно У него Тут Все Заебись Но Все Равно Его Может Разъебать И То Что ХП Мало Хил Он Может Отдать Тут Менты Тут Блять Хермит Хермит Нужен А Ну Вот Хермит Все Заебись Хермит И Заебись Идет Блять Засыла Нет А Спортаны Деревях Изи И Ему И на 8 Похеру Да Но тут Я Как бы Это Не Беру С Уже Горить Потому Что У нас Уже Был Расклад Дерев Спортаны Деревях Проиграл В лучшей Ситуации Так что Смотрим До конца Так Тунгус Не кидает Даже мелочь То есть Он Смотрит Как происходит Деф Деф Происходит Охуенно Охуенно Отвод Приздатый Засыл Очень маленький Да Кстати Он Здесь До Шхил Не Отдаст Походу Что Происходит Тут Как Он Убежал Тут Семь Штук Без Засыла Здесь Семь Штук Блять Ну Кстати Он Может Скинуть Там Много Двое Он Делать Не Хочет Ну Добил Блять Они Столько Дамаг Блять Внесли Пока Ты Этого Херми Кубил Блять Пиздец Сейчас Еще Хил Блять Отдаст Пиздец Пиздец Блять Нет Пиздец 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 Вот Так Блять Нелепо Кричается Эта Серия Изи Изи Капка Блять Спартан С победкой Молодец